Доброе утро, друзья! С вами Василий. Сегодня, наконец-то, у нас погода наладилась. Сейчас раннее утро на дворе. Посмотрите, какое море красивое. Я, наверное, прямо сейчас и замерю температуру для вас. Потому что такие вопросы приходят. Какая уже температура моря. Днем она будет потеплее. Сейчас раннее утро. У меня сейчас время есть только вот утром ходить. Днем будет много очень народу. Конечно, хочется вам показать и такие моменты, когда уже люди приезжают. Очень много уже из других регионов номеров. Сейчас посмотрим. Так, температура воды, посмотрите, 12 градусов, 12,1. Но днем она будет 12,5, скорее всего. Очень хорошо. Скоро вода прогреется. Если вот такие деньки будут солнечные. К апрелю, к концу апреля уже будет хорошая вода. А к концу мая точно можно будет купаться 100%. Вот вы меня задаете вопрос. Очень часто. Ну, конечно же, это все зависит от погоды. Вообще, я уже рассказывал. По моим ощущениям, от последних года два погода сместилась в сторону осени. То есть, по идее, сейчас мартовская погода у нас, не апрельская. Раньше я уже тоже об этом рассказывал. Я даже клубнику ел уже 4 апреля. Делал такие мини парнички. И была клубника у меня. Уже на столе своя, прямо с огорода. Все вы знаете мой огород. А в этом году вообще даже только-только начали зацветать некоторые там яблони, груши. Такие дела. Я сегодня хочу прогуляться по Голубийской. Вот здесь, по нашим пляжам. И поснимать вам некоторые интересные места. И еще один вопрос. Люди говорят, что у нас копают окопы. Это вообще, конечно, для меня странно звучит. Но вот так. Говорят, что копают окопы на побережье Азовского моря. Вот этим фейкам старайтесь не доверять в интернете. Потому что вы знаете, откуда это все пишется. Особенно в телеграм-каналах. Это все неправда. Я снимал недавно видео. Вот прямо оттуда. С дикого пляжа. Я прошел по всему пляжу. Окопов нет. Ну, проверим еще раз сегодня. Красота. Просто погуляем сегодня и все. У меня вообще была идея запустить стрим. Но, к сожалению, у нас тут ни мегафон, ни МТС, как оказалось. У меня МТС сейчас. Мегафон тоже есть. Я его так держу. Пакеты, когда закачиваю интернет. Видео срочные. Я оплачиваю. Там сколько? Гигабайт этих вот. И тогда он почему-то вдруг начинает работать очень хорошо. Безлимитного, к сожалению, сейчас нет. А когда он был на безлимитном, он еле-еле качал видео. Нужно было там по суткам ждать, чтобы ролик закачался там 30 минут. А платишь когда, да, вот за этот пакет дополнительный услуг. Ну, сколько тебе надо зависеть? 300 рублей и так далее. Он быстро работает. Прям, знаете, как это... А это даже удивляет. Вот, посмотрите, это у нас район Кавказ. Это уже вторая его часть. Здесь в основном домики. Частные гостиницы. Очень такой бурно развивающийся район. Я вам сейчас немножко подойду, наверное, туда покажу. Вот такие гостиницы, отельчики. Мини-домики там различные. И вот такие получше двухэтажные домики здесь настроены и постоянно строятся. Есть один минус. Вот видите, здесь они вроде бы рядом, но им придется обходить вот так вот вдоль забора к пляжу. Если только не договориться вот с этими базами отдыха, ну, вряд ли кто-то будет вот так вот людей пускать. Ну, все равно, максимум ходьбы 10 минут. Даже вот от тех домов, которые вдалеке. А здесь, кстати, вот, по-моему, это гостиница Хаята есть. Здесь меня зритель просил показать. А я ездил, ездил и не смог найти. Не было никаких вот указатель номеров домов и так далее. И, по-моему, до сих пор нет. А так, конечно, в интернете все красиво, но там действительно красиво. Хороший такой дом и в удачном месте. Я покажу сейчас. Вот видите, пляж. И как раз от нее здесь совсем рядом. Сейчас посмотрим, какой там пляж великолепный. У нас во многих вот таких местах есть с бассейнами, гостиницами. То есть, ну, вот, очень хорошие места. Голубицкая вся. Чтобы вы понимали, она вся, вот эти вот гостиницы идут вдоль моря. Очень удобное месторасположение. Это лучше вообще из всех станиц, курортов. Обратите внимание, какая тишина. Это весна у нас. Весной тоже можно приезжать, вот, чисто отдыхать. У кого нервишки, кому нужно подышать вот этим юдированным воздухом морским. Лучше это, конечно же, делать с утра. А тут, видите, будет кафешечка. Прямо рядышком пришел на такие великолепные пляжи и будешь отдыхать. Слушайте, друзья, у меня идея появилась. И давно меня просите о пляжах рассказать. Вот, наверное, мы сегодня и начнем с этого пляжа. Потому что, кажется, у нас Голубицкий пляж 8,5 километров. Это только в самой станице. А еще есть вот там вот дикий пляж с той стороны. Дикий пляж с той стороны, бесконечный, до пересыпи. Наверное, мы сегодня это и сделаем, раз стрим действительно не хочет работать. Отсюда и начнем тогда. Получается, это у нас пляж. Я вот показал этот третий район, такой Голубицкий, уже новостроечный. Район и Кавказ. Тут все в порядке, они живут. Никого не сносят. Не слушайте вот этих вот паникеров и так далее. Развивается. Тут собираются даже гостиницу рядом строить. И в чем огромный плюс, вот где я начал свое путешествие, дальше уже идет дикий пляж. И вот смотрите, какие здесь пляжи. На данный момент это самые лучшие пляжи, я считаю, в Голубицкой. Вот именно в этом месте, в районе Кавказ, они пока самые такие широкие. Видите, они еще не застроены. И не размыты морем. Не знаю, с чем это связано. Может быть, здесь Кубань рядом, конечно, впадает. Как-то давление воды не такое течение. Но я это просто предполагаю. Скорее всего, это не так. Потому что у нас там, я покажу, вот там вот море действует сильнее. Вот этот вот Темрюкский залив. Получается, он изогнут. И, возможно, вот как-то течения связаны все равно. У нас там в центре Голубицкой больше размывают. А здесь, посмотрите, пляжи остались. Да, это, наверное, будет видео первой серии пляжей Голубицкой. Чтобы вы понимали. Вот один из плюсов этого пляжа. Он, конечно, тоже будет густо населен. Из-за того, что большое количество домиков. Но пока, друзья, он пока меньше здесь народу. Все равно, вот чем мы, когда подойдем ко второму пляжу Кавказ. Самому, так сказать, основному. Там людей больше на пляжах. В этом месте, вот как раз, можно отдыхать лучше, тише. Идите пляж ближе. Тоже уже, видите, понастроено здесь ларечков и так далее. В общем, купить и покушать уже можно будет. И земля постоянно вот так вот выкупается. Где бесхозно было. Туалетики есть. Это тоже немаловажно. Часто вы спрашиваете, Василий, есть ли душ и так далее. А у нас, к сожалению, с этим проблемой существуют. Сразу скажу, не пугайтесь пока. У нас, видите, ремонтные работы ведутся везде. Все-таки апрель месяц. Сегодня, по-моему, даже 15 число. Поэтому не обращайте внимания на доктора и так далее. Здесь готовятся, так сказать, к вашей встрече. Скоро-скоро будет здесь какой-нибудь отель. Красивый, большой, вот как этот. Да. И вот я, пожалуй, вам покажу вот так. Побольше в прямом эфире. Чтобы вы понимали, какое великолепие здесь. Какие просторы. И, конечно же, какие домики. Вот прямо вот так вот можно жить на берегу моря. И гулять здесь. Пляжи вот у нас, обратите внимание, какие песчаные. Скоро уже начнется уборка мусора. Обычно здесь воду подключают. Им 1 мая вот в этих вот гостиницах, отельчиках. Они начинают порядок наводить. Посмотрите, какие домики. А вот так вот ведет себя железо в нашем морском климате. Была когда-то красота несколько лет назад. И уже все ржавое. Тут, скорее всего, поставят какой-нибудь помост с развлечениями. Потому что зимние шторма у нас это все ломают, короче, разбивают. Видите, какие бревна выкидывают на берег? Очень сильное давление воды зимой. У меня есть видео зимние, посмотрите. Там вообще, конечно, все это выглядит не очень. Бывает вот до этих мест добивает вода. Там уже разрушений никаких нет, но все равно. В чем еще плюс вот этого именно пляжа? Это третий пляж Голубийской. Кстати, кому нужно будет жилье, кто из вас вот эти пляжи выберет, обращайтесь. У меня очень есть теперь хороший знакомый. Устраивает везде. В любое понравившееся вам место. Найдет варианты заселить. Потому что вот вы поймете сейчас, если кто дальше вот эти серии будет смотреть про пляжи, какие есть плюсы и минусы у них. Вот, например, здесь у нас находится Северянка, легендарная база отдыха, там дети отдыхают. В общем, со всей России. Видите, у них везде своя территория. И в чем плюс? В том, что здесь будет всегда мало людей. Вот там вот проход я вам показал, где работы ведутся, где кафешечка. сюда идти, ну, минута, да, вот буквально вы тут посмотрели, пока я веду вас. Здесь будут отдыхать детишки, бегать, а они целыми днями тут не сидят. Поэтому пляж будет в вашем распоряжении с утра до вечера. Вот такая красота. Вот это тишина. Тут не будет никакой музыки. Всегда все тихо, чинно так это, хорошо. Просто сказочно. Вот пока я бы сказал, что вот именно первый пляж района Кавказа заканчивается здесь. Хотя, в принципе, вот эти еще домики, гостиницы, можно отнести тоже еще такому спокойному месту. Но уже с натяжкой. Вот этот пляж примерно, наверное, километр, чуть больше там, может быть, полтора. Который мы сейчас погуляли, на котором были. Всем советую. И не пропустите следующей серии. Дальше будет пляж Кавказ. Очень хорошее, такое веселое место. Тоже много наших зрителей там сдает жилье. есть видео. Есть видео прямо с прямыми номерами телефонов. Можно посмотреть и выбрать домики. А такая вот красота у нас в Голубийской. Даже ранней весной. Новые зрители, подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного. И вы много узнаете, вот где лучше отдыхать все-таки. Идем дальше. Всем удачи, счастья. Не пропустите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok